Вот мы рассмотрели два самых больших класса шифров классической криптографии. Шифры перестановки, шифры перестановки или замены. И сами по себе они, в общем-то, являются нестойкие. Но тут, конечно, надо упомянуть шифры классической криптографии, которые называются композиционные шифры. То есть так, шифры. Композиционные шифры. Это у нас шифры, полученные последовательным использованием различных шифров подстановки и перестановки. Полученные последовательным использованием. Использованием различных шифров. Различных шифров. То есть перешифрование, это еще называемое. Перешифрование. Это путь, собственно, тоже один из путей, по которым получаются достаточно стойкие современные шифры. Ну, что касается классической криптографии. Ну, рассмотрим примеры композиционных шифров классической криптографии. Криптографии композиционные шифры. Ну, например, шифры клейфера. Шифры клейфера. Использовался дважды с различными ключами. То есть зашифровывался открытий текст шифров клейфера. И получившийся шифров текст 1, обозначимого, зашифровывался шифром клейфера в других ключах. Ну, и зашифровывался шифром клейфера с ключом К2. Ну, и за результатом получался шифров текст 2, который уже был сложнее, чем шифров текст 1. И прежде всего потому, что, конечно, и пространство ключей больше, но еще у шифра клейфера много эквивалентных ключей, которые крупно от него отслеживаются. Вот так и получалось значительно меньше. И этот шифр двойного зашифрования клейфера использовался во время Второй мировой войны. Шифр перестановки. Двойное использование шифра перестановки. Двойное использование... Давайте начнем с дженер. Шифра дженер. То есть, есть у нас шифр дженер с ключом К1. К1 и так далее К1 и так далее К2. И шифр дженер. Шифр дженер. К2. Зашифрование и расшифрование в два этапа. Сначала первым шифром дженер, затем вторым шифром дженер. Зашифрование и расшифрование в два этапа. Открыть эффект. Шифруется. Шифром дженер. Шифрование в два этапа. Шифрование в два этапа. Шифрование в три этапа. получаем шифр текст 2 это конечный шифр текст можно, конечно, и три раза шифровать ну, очевидно, такое утверждение, которое вы, наверное, практически не посмотрите оно легко доказывается а именно утверждение двойной шифр инженера двойной шифр инженера эквивалентен некоторому шифру инженера с ключом там, три имеющим длину длину не меньше общей кратной р и с р и с р и с то есть, чем он удобней двойной шифр инженера ну, например если если р ну, равняется одиннадцать вот а с ну, то есть, семнадцать это простые числа и, конечно, наибольший общей делитель равен просто их произведению наименьшего общей кратной наименьшего общей кратной равно их произведению тогда отсюда следует, что размер k3 равен r помножить на s и равен будет сто восемьдесят один то есть, уже длина длина ключа уже очень большая получается ну, а таким если такой большой взять период шифрового инженера им очень удобно пользоваться ну, а более маленькими достаточно просто пользоваться один раз шифровал другой раз шифровал тем более, что часто идут у нас зашифрования текстов может быть и не таких длинных, которые больше, чем сто восемьдесят один а меньше поэтому должны пользоваться конечно этими вот ну, похоже есть так это у нас позиция третий наверное третье третий тратное использование шифров перестановки Ну вот, пусть имеется, пусть есть имеется шифр перестановки перестановки с размером блока, ну и ключа, естественно, и ключом установка на индексах нумерации символов блока, размер блока и ключа R и второй шифр перестановки с размером блока S. Ну, соответственно, зашифрование будет понятно, конечно, сразу зашифрование. Два этапа. Первый этап. Открытый текст шифруется с шифром перестановки с ключом и ключа K1. Размером блока S и ключа K2. Два этапа. Открытый текст шифруется шифром перестановки с ключом K1 длины K. Ну и получается шифр текст 1. И на втором этапе шифр текст 1 шифруется шифром перестановки с ключом K2. В результате мы получаем шифр текст 2. Это окончательный шифр текст. Окончательный шифр текст. Здесь тоже похожее можно утверждение, только здесь уже аналогичное утверждение. Двойной шифр перестановки эквивалентен некоторую шифру перестановки. С ключами размера R и S эквивалентен. Эквивалентен, значит существует еще, эквивалентен некоторую шифру перестановки с ключом K3 размера не более наименьшего общего характера R и S. То есть тут уже равенства нет, а не более. То есть такой ключ всегда найдется, но в целом можно эквивалентные ключи, эквивалентные шифры, может быть, у меньшего размера находить, поскольку это зависит от цикловой структуры, от установки каждого шифра. Вот. Тут тоже получается, что нужно двумя небольшими шифрами перестановки реализовать, если последовательно их использовать, реализовать шифры перестановки большего размера. Композиционные шифры с чередованием шифров подстановки и перестановки. То есть сначала используются шифры подстановки, затем перестановки, потом, может, опять шифр подстановки, перестановки. Ну, такие уже шифры более сложные. И действительно получались достаточно стойкие шифры на этом пути. Более того, когда вы будете рассматривать уже блочные алгоритмы шифрования, современные, то именно на этом пути чередования подстановки и перестановки строятся стойкие блочные шифры. Ну, например, не будем давать сейчас, потому что они, в общем-то, не очень часто использовались в классической криптографии, ну, из-за того, что, в принципе, что, в принципе, криптография редко использовалась, и поэтому очень стойкие шифры, в общем-то, такой потребности высокой не было. Тем более, что не было компьютеров, которые как раз позволяли делать быстрые криптографии. Но прежде чем попробовать перейти к идеям криптоанализа, давайте посмотрим все-таки, а что, собственно, имеет криптоаналитик для того, чтобы анализировать, для того, чтобы взламывать шифры или какие-то атаки на них организовать. виды информации для криптоанализа. Ну, во-первых, правило разная транскрипция используется у нас. есть и такая транскрипция ферк-гоф. Это 1983 год. 1883 год. 1883 год. книга «Военная криптография». Киркоп в этой книге. «Военная криптография». В этой книге уже много рассмотрено полезных советов, практических, какими должны быть криптосистемы, шифры, чтобы они были удобны для пользователя, и стойкими. И ряд правил по пользованию криптосистемами был предложен. Для криптоанализа важно первое правило, ну, не первое по счёту, но правило, которое я сейчас формулирую. И оно используется как правило, общеизвестное правило. То есть правило «Криптосистемы». А именно, стойкость криптосистемы, стойкость. Надёжность. Мы стойкость ещё не определяем, поэтому я как синоним буду писать надёжность. Система шифрования. Система шифрования не должна зависеть от неизвестности самого устройства системы шифрования. То есть не должна зависеть от того, какой алгоритм используется, не должна зависеть от того, на каком языке работают отправители-получатели. не должна зависеть, соответственно, от того, известные или неизвестные частоты распределения биограмм. То есть надёжность системы шифрования не должна зависеть от неизвестности способа шифрования. не должна определяться неизвестности способа шифрования. не должна определяться не знанием способа шифрования. Незнанием криптоаналитиком криптоаналитиком способа шифрования. Способа шифрования. Ну, это имеется в виду алгоритмов шифрования. Множество алгоритмов шифрования. Множество всех алгоритмов шифрования и конкретного алгоритма, всех алгоритмов шифрования и так далее. А определяться секретностью ключа и качеством определяться секретностью ключа и качеством алгоритмов шифрования. То есть правило Кевковца или Кевкова говорит о том, что надеяться на то, что способ шифрования ну, если говорить о классической криптохаке, то мы рассмотрели, наверное, больше десятка различных способов шифрования перестановки, подстановки вот и надеяться на то, что будет неизвестно криптоаналитику или взломщику о том, какой способ шифрования используется. Это ложная иллюзорная такая попытка повысить стойкость или надежность криптосистемы. Способ шифрования так или иначе становится быстро известен противнику и поэтому надеяться на то, что это будет дополнительная в общем-то надежность системы, если не вскрывается система в целом за шифрование это неправильный подход к современной криптографии. То есть в современной криптографии считается всегда, что в криптоанализе и в криптографии принято правило КЭПОПС. То есть надеяться на неизвестность способа шифрования, устройства шифрования это нельзя. А вот надежность хранения ключа это важно. Так что секретный ключ не был доступен никакому незаконному пользователю. И естественно само устройство криптосистемы должно быть таково, чтобы без узнания секретного ключа даже зная устройство в целом но не зная какой именно ключ и какой конкретный алгоритм шифрования с помощью этого ключа выбран не зная всего этого она оставалась бы надежной. Ну что еще знает криптоаналитика? То есть эта криптосистема он всегда знает. Ну и вот теперь современная классификация атак или нападений атак или нападений атак нападений на криптосистему криптосистему шифрования ну в зависимости от вида известной информации в зависимости от вида Это известный криптоаналитику информации. Информация. Нападение на основе открытого шифрованного текста. Шифрованного текста. То есть криптоаналитик Е знает, конечно, по правилу Киркоффа. Это мы вынесли отдельно. Он всегда знает, какая система используется. Решетка кардана, полиалфавитная подстановка, моноалфавитная подстановка, композиционный какой-то шифр. Он это всегда знает. Не знает секретного ключа. А что он еще знает? Знает шифр текст или несколько. 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 Шифр текст или несколько. Задача. Найти секретный ключ. Это самая большая задача, которая будет о полном взломе. Ну и от каждой текст. Это самая слабая атака из всех возможных. То есть известен вся структура алгоритмов шифрования и известен только шифр текст. Больше ничего. И самая большая задача – найти секретный ключ. Ну и найти открытый текст, так называемый без ключевой части. То есть можно найти текст, не находя ключа в некоторой открытой системе. Вторая задача – это на основе открытого текста. Основе открытого текста. Ноги стоит у нас впереди. Нападение на основе или атака на основе открытого текста. Что здесь? Е и скоб. Знает факт. Знает факт. Открытый текст и шифр текста. Соответствующие. Вот. Открытый шифр текст. И задача – найти секретный ключ. То есть это более сильная атака. Более сильная атака, поскольку там известен открытый текст. И соответствующие шифры шифровки. Ну и как вы увидите, может быть, в следующий раз мы посмотрим, что все классические шифры, подстановки и перестановки, они, вообще говоря, слабые по отношению даже к атакам на основе шифрованного текста. А по отношению к атакам на основе открытого текста, они просто катастрофически слабые. Ну, а что касается современных шифров, то все современные шифры строятся стойкими к атакам такого типа. То есть когда известен и открытый, и шифровный текст. Пара известна. И, соответственно, никакими вычислителями или другими способами найти секретный ключ нельзя. Ну, за разумное приемное время. Ну, открытый текст может оказаться известен, то есть это не такая атака совершенно надуманная. Открытый текст часто бывает известен в результате либо оперативного вмешательства, либо просто, скажем, если это информация какой-то сделки, сделка состоялась и все это попадает в открытую печать, открытый текст. И дальше можно с помощью анализа открытого шифрованного текста найти ключ и потом расшифровать уже с этим ключом все предыдущие сообщения, которые на нем были зашифрованы, и все следующие, которые будут зашифрованы. Эта атака значительно более сильная. Третья атака на основе выбранного открытого текста. На основе выбранного открытого текста. То есть криптоаналитики Е может, выбирает по своему усмотрению, выбирает открытый текст, любой, любой, и получает соответствующий ему шифров текст. По паре открытый текст и соответствующий ему шифров текст, задача найти секретный ключ. То есть это еще более сильная атака. То есть криптоаналитик, исходя из каких-то соображений относительно устройства криптосистемы и ключа, если он может выбрать коррептикцию, получить шифрованный, он имеет больше возможностей для криптоанализа и определения ключа. Ну, опять же, это такая ситуация совершенно уж дикая, необычная. Ну, скажем, если говорить по открытой системе с открытым ключом, то для получения шифрованного текста там используется открытый ключ. И любой, в том числе и криптоаналитик, может взять любой открытый текст и получить соответствующий ему шифрованный текст с помощью открытого ключа. Ну, а задача ему найти секретный ключ. Ну, и в этом случае система, если она стойкая для такого нападения, то тогда говорят, что открытая система стойкая по отношению к нападению на основе выбранного открытого текста. Ну, дальше выбранного шифр-текста. Ну, аналогичная ситуация, только предкоаналитик имеет возможность выбрать шифр-текст и получить соответствующий открытый текст. То есть имеет доступ, так скажем, к алгоритму шифрования, не зная ключа. Ну, например, там аппаратура есть, или он имеет доступ к кому-то шифрования, будучи сотрудником какой-то организации, но самого ключа не знает, но может дать шифтек для расшифрования. И потом анализирует этот расшифрованный текст, эту павлу на основе выбранного текста. Е выбирает шифр-текст и получает павлу. Открытый текст, шифр текста соответствующий. Анализирует их. Задача найти ключ. Задача найти ключ. Секретный ключ. Пятое. На основе выбранного текста. Выбранного текста. Это Атака 3 Атака 3 Плюс атака 4 То есть аналитик может по своему усмотрению выбрать или открытый текст получить шифрованный, или наоборот выбрать шифрованный и получить открытый. Это, понятно, более сильная атака. Ну, значительно более сильные атаки, так называемые адаптивные атаки. Адаптивные атаки. Адаптивные атаки. Адаптивные атаки. Адаптивные атаки 3, 4, 5, с последовательным выбором. С последовательным выбором. Открытых текстов или шифрованных текстов в зависимости от результатов предыдущего анализа. Результатов предыдущего криптоанализа. То есть, скажем, как можно представить, когда такая возможность есть у криптоаналитики, как он будет. Ну, например, выбирает по своему усмотрению открытый текст, получает шифрованный текст, анализирует эту пару, строит какие-то гипотезы относительно ключа, какой он может быть. Выбирает тогда, согласно своей гипотезе, скажем, шифрованный текст. Получает уже две пары открытый и шифрованный текст. Их анализирует опять. Выбирает вторую гипотезу. Выбирает опять какой-то из текстов этих открытых и шифрованных. И так, подстраиваясь под результаты предыдущих, он может значительно опаснее строить атаки. Ну и, как вы увидите, например, атаки асимметричной криптографии, они как раз там обладают слабостью по отношению к атакам на основе выбранного шифров текста. Это, кстати, классификация, принятая во всем, во всей современной криптографии. То есть относится она не только к классическим шифрам, а и к шифрам современных. Давайте еще подчеркну и скажу, что все эти атаки основываются на алгоритмах и системах шифрования, как на математических объектах. Они не используют то, что эти сейчас крипта-алгоритмы все реализуются на каких-то физических устройствах, которые обладают физическими свойствами уже, естественно, другими. Они не просто реализуют все эти алгоритмы, они потребляют ток, излучают электромагнитную энергию, ошибаются, быстрее работают, медленнее работают. И вот еще более сильные атаки с использованием дополнительной информации. Ну, с использованием информации с побочного канала. Информация с побочного канала, вот это как раз и называется то, что я перечислил. Фиксирование электромагнитного излучения из работающего шифратора. Потребление его только по тактам. Излучение времени работы в зависимости от того, какие ожидаются операции у него. Сбои какие-то, которые могут происходить в отдельные моменты времени. Если все это использовать, то, в общем, даже идеально стойкий, скажем, даже шифр Ирнама, который мы говорили, что он будет не расшифрован. И если шифр Ирнама будет реализовываться на некотором физическом устройстве, то, имея вот какие-то информации о работе этого устройства, можно даже этот шифр взламывать. Ну, дополнительная информация может быть разная. Это, скажем, прежде всего касается ключей. Связанные ключи, допустим, многократное шифрование и ключи в следующих шагах шифрования, они каким-то образом связаны с предыдущими. Или какая-то информация о генераторах ключей. То есть, как генерируются ключи. И можно, допустим, предсказать какие-то свойства возможных ключей и это использовать. Ну, и вот эти вот атаки, конечно, более уже опасные. Ну, в следующей паре мы посмотрим, насколько слабые классические шифры в отношении к этапам, начиная со второй. Ну, с первой мы уже атакой, когда извесим просто шифр текст, уже видели, скажем, вот шифры финны подстановки, шифры движения, они взламываются частотным анализом. Но для этого надо действительно строить алгоритмы. И, возможно, желательно реализовать на компьютере большого размера системы. А вот если на основе открытого текста, тем более выбранного открытого текста и адаптивные атаки на основе выбранных текста, то все классические шифры, они совершенно фотострофически слабые. Вот это мы посмотрим. А современные шифры, конечно, стараются делать стойкими не только к первым двум атакам и к выбранному тексту, а также к атакам тоже. Вот. И... Ну, следующие... Мы посмотрим некоторые атаки на следующей лекции и перейдем, в конце концов, к теории шинома, которая позволяет строго доказывать теоретическое утверждение стойкости. Спасибо. Спасибо.